Основатель новой морали Заказчик уголовного преследования Григория Петровича Гробового использует как бы негативное понятие секты, которое было сформировано для утверждения идеологии смерти, идеологии якобы временности проживания на земле, вопреки вечному развитию человека. Негативное отношение к самому слову «секта» было усилено таким определением, как тоталитарная секта, придуманная и внедрённая в сознание граждан России Дворкиным. Сейчас только ленивый не прочёл новый сайт о Дворкине и о его психическом неизлечимом заболевании. И ведь именно такие психически ненормальные люди, подобные Дворкину и Саурову, формировали мнение общества с подачи заказчиков преследования об авторе учения о спасении, Григории Гробовом, о новом развивающемся понимании, которое даёт возможность человеку гармонично взаимодействовать с реальностью как внутренней, так и внешней. Фрагменты заключения независимой заочной психиатрической экспертизы по документам Александра Дворкина. Для государственной службы работы в общественных организациях при госучреждениях больной непригоден в силу невозможности проявления должной степени ответственности, подчиняемости и исполнительности. Исследуемый наверняка не затруднится принять решение высокой важности. Однако основано оно будет на его личных, крайне субъективных взглядах. И этот человек не один год осуществлял, исполнял, клеветал, как бы активно взаимодействовал с обществом для личного пиара и выполнения демонических каких-то идей не только заказчика, но и своих собственных. После опубликования всех материалов по Дворкину, а ведь были публикации и по Саурову, только СМИ их странным образом не хотят видеть. Обществу открыто показана несостоятельность клеветнических выводов, которые и опровержения-то недостойны. Ведь Дворкин был в дружной компании со СМИ. Они так плотно стояли по тому рядом, что их действия по дискредитации имени ученого Гробового Григория Петровича щедро оплачивались. Дело даже не столько в стоимости клеветнических программ, радио и телевидения. В стоимости статей, которые оплачиваются из нашего же кармана, из кармана тех, чье сознание уродуется и искажается ложью и негативом. Когда меняется структура восприятия реальности, и человек перестает отличать правду от лжи, перестает понимать именно суть происходящих событий. В заключении из клиники Сербского есть слова «Проявление должной степени ответственности». Именно на них и обратим внимание. СМИ, публикующие клевету о Григории Гробовом, придумывающие как бы новые эпизоды преследования и претензий, на самом деле не существующие, получается, пока не несут за свои действия должной степени ответственности. Но ведь это же временное явление, поскольку события бесконечны и развиваются в бесконечность. То посеянное для кого-то зло, кого бы то ни было, не обязательно автора учения о спасении и гармоничном развитии, оно же прорастает для конкретного человека, его создавшего. Бог всем дает шанс. И раньше так было, и есть сейчас. Можно творить много добра и линия жизни выправиться. Но опять, выбор постоянно за человеком. Как только у человека есть намерение встать на праведный путь развития, созидательные силы начинают ему помогать. Редакция информационного портала Русской службы новостей как будто вернулась на 10 лет назад и сделала вид, что мир не изменился. Они как будто бы легли под ту информационную плиту, сколоченную демоническими силами. Но ведь под той информационной плитой уже нет людей, задавленных страхом. Да их и тогда было мало. Просто были непонимающие суть происходящих явлений. И что же Русская служба новостей? Только беспринципность и искаженный интерес могут создавать такую бесстыдную клевету, с которой сделана публикация смеси выдуманных сюжетов и якобы существующих фактов с заменой понятий обычной творческой работы человека на противоположные, несоответствующие действительности при активном применении триггерных технологий и приемов информационного террора. Может, публикацию готовил все тот же Дворкин с его больной психикой? Вполне допустимо, потому что уж очень похоже на те определения из Института Сербского. И еще один фрагмент из заключения независимой заочной психиатрической экспертизы по документам Александра Дворкина. Однако, при наличии светлых промежутков, а также в маниакальной фазе, он может выполнять временную работу, проявлять в ней фантазию, изощренность, формировать логические доводы и омозаключения, создавать собственные теории, зачастую легко опровергаемые, подчинять своему влиянию внушаемых личностей, вести какую-либо пропаганду и тому подобное. Его деятельность вряд ли будет подкреплена серьезной научной базой, основанной на длительных наблюдениях или требующей аналитических способностей. Это скорее будут поверхностные суждения, облекаемые в яркую обложку и подкрепляемые неадекватной по силе и модальности эмоциональной окраской. Да, такая характеристика публикаций, размещенной на информационном портале Русской службы новостей 2 июля 2014 года, вполне соответствует ее содержанию. Думаю, что независимая экспертиза именно такое бы и сделала заключение. Надеемся, что это так и будет. А публикации такие людьми легко будут распознаваться, потому что сознание, оно способно восстанавливаться. Почему? Потому что человек намного умнее, чем это можно предположить. 16 августа 2014 года. Продолжение следует... Продолжение следует...